Афганская сказка «Падишах и кузнец» Однажды Падишах призвал к себе кузнеца и сказал ему «Приказываем тебе выковать нам кольчугу из чистого золота». То-то позавидует нам все Падишахи. Когда кузнец ушел, визирь сказал «Воистину, государь, такой кольчуги не было, нет и не нужно». Куда годится кольчуга из золота, если у врагов твоих кинжалы из стали. И обойдется она недешево. Ну да, сказал Падишах, да чего плохо быть повелителем. Ошибиться ему так же легко, как простому смертному. А вот признать ошибку куда труднее. Единственное утешение, отвечал визирь, что расплачиваются за ошибки повелителя всегда подданные. Вот и ты, когда кузнец принесет кольчугу, подвергни ее испытанию. Когда кузнец принес кольчугу, Падишах подверг ее испытанию. Разложил на полу, взмахнул саблей и рассек пополам. Рассек и закричал на мастера. Изменник, наглец, и ты еще думал получить плату за кольчугу, которая не может защитить от удара. Пошел вон. Кузнец, опечаленный, вернулся домой. Разорил нас Падишах, сказал он своей дочери. Сколько золота ушло на кольчугу, а времени и того больше. Но она успокоила отца. Почини кольчуге, а я сама отнесу ее Падишаху. Когда кольчуга была готова, девушка надела ее на себя и отправилась во дворец. Вот кольчуга, сказала девушка. Испытай на мне ее прочность, Падишах. Падишаху, конечно, очень не хотелось платить, очень ему хотелось разрубить и кольчугу, и дерзкую девушку. Но не хватило у него наглости. Удивительно для Падишаха, не правда ли? И он сполна заплатил за сделанную работу.